Я так понимаю, что у всех, кто у нас есть сотовые телефоны, в большинстве, там есть такой нормальный Wi-Fi. Что такое Wi-Fi? Он может сформулировать. Протокол передачи данных. Протокол передачи данных. Протокол передачи протокола. В чем ключевая особенность от проводного способа с точки зрения безопасности? Ну, потому что провод может сломаться, что-либо, все взять, а... Ну, да, с точки зрения поломаться, можно понадежнее, но воздуху не нужно. Но в этом можно передать. Можно и без лобика. Среда передачи доступна всем. Вы не можете знать, кто вас прослушивает. Глобально не можете знать. Если провод, то можете взять металлурфак, поставить акуни у часового. Каждый 5 метров. После Wi-Fi вы процедуру проведете не можете. Не, ну, каждый 5... Через каждый 5 метров судить их так, чтобы... Они все, где можно ваши данные достать, покрывают. Извините, какая данность распространения радиосигнала? Ну, когда как, на практике довольно маленькая. А там уже в зависимости от этого джин-роза. Еще точнее. Бесконечная. Радиосигнал распространяется на бесконечные расстояния. Потому что у него же частота маленькая. Правда, грабителям это не поможет. Почему? У нас датность распространения сигнала на настоящий момент ограничена чем? Вот того, что сейчас звучит, предположим, у нас вот ее телефон. Стива, можно не так. Стива, можно не так. Теоретически чем она может быть ограничена? Мощностью излучения, ну, мощностью передачи и мощностью воспринимания. Ну, пускай она куда-нибудь упадет, но это будет именно не скоро. Ограничена только скоростью света и временем от момента излучения. Теоретически, поставив на Луне достаточного размера антенну через 8 метров. Вы сможете... На Луне через секунду. А, словно через секунду. 300 тысяч километров примерно в расстоянии до Луны. Там все равно ловится сигнал практически всех излучающих на Земле антенн. То есть, если поставить на Луне огромную антенну, то можно... Без проблем. Надо их иметь заняться за суть. Со всей планетой, какой эсквизик-то был? А вот вопрос немножечко в сторону. Предположим, мы как-нибудь общаться через лунные трансляторы. Ну, это неудобно. И по мне провода тащить? Нет, тащим. В радио, в радио, в радио. Здесь тарелку, здесь тарелку. Здесь тарелка. Прямо передаете. Ну, это неудобно будет. Будет ли это удобно? А ты почему? Ну, не буду. Да, не буду. Ну, у нас все вращается. Да, да. Ну, хорошо. Вместо Луны, мы стали делать вот подарный спутник. Расстояние там, по-моему, 30. 6 тысяч километров снегов не изменяет. Он вращается вместе с другой. Оборот, он был ровно за сутки. С нашей точки зрения, он весит у нас к угловой неподричный. Он отличается на какого-нибудь. А с путью мунистателем не может быть идентичных скоростей смещений будет? Ну, есть небольшие смещения, но как и крыльца двигается. А один спутник? Зачем? Делаем столько, сколько нам нужно, для полного покрыта всей планеты. Ну, вдруг они... Причем, даже больше сказать, они уже есть. Конечно, они есть. На геосоциаларных орбидах такая толпучка, что просто коровы. Будет ли удобно нам общаться через МОНО? Здесь немножечко проще. Но у него за такой ограниченным размером антенны, и у нас совершенно железный период обращения. А у него очень понравилось, на каком смысле не ограниченный антенна? Хотите километровую антенну поставить? Хочу. Пожалуйста. А здесь люди? Главное, если бы антенна выдержит, то у него нет. Поставьте ее на подпорке. А вот поставьте ее крутиться, правильно ориентируясь вокруг Земли. Там будет гораздо сложнее, она ее бредет из подпорчика. А тут масса Луны нас спасет. И форма Луны, кстати. Вы знаете, что Луна совершенно не шар? Да, я не понял. Делают так, как он будет. Нет. На самом деле Луна кружит. Обращая на выкупу и более дежурной стороной Земли. Ну, я с ней помню. Ничего себе, Груши. У всех Груши нельзя скушать. Вот она. Луна. Ну так как? Будешь ли вам удобно работать через Луну? Вот. Там стоит огромная антенна, могучие сервера. Мланета? А зачем вообще? А всякая там... Космическая пыль, они же все разрушат. Космическая пыль там была сделана. Мы закопаем все. И что нам пыль сделать? Этой антенны. А антенна-то не может закопаться? Почему ли землянию нельзя поставить плану закопаться? Можно, но нам с Луны видно практически половину шарика. Можно одним узлом обмена накрыть половину планеты. Может, через полупланеты, да? Но они вакууме будут спорят гораздо быстрее, чем на Земле. Чудесно, согласен. Но это не глобально. У нас атмосфера достаточно тонкая, чтобы в 100 километров уже граница космоса считается официальной. Официальной границей космоса. Если вы летаете выше 100 километров, вы не пересекаете границы государства. Если вы летите ниже, вы вторглись в воздушное пространство какой-то страны по вам теоретически. А если вы летите ниже? Так, что, если на 6 генов летать на планеты, это можно... Выше 100 километров летаете сколько? Можно вторглись в воздушное пространство какой-то страны посередине. Если ниже? Ну да, нет. А сколько там кислорода? Сначала лететь выше 100 километров, а потом опуститься выше дними страны. Выживут даже дними. То есть я могу у тебя летчики жить вообще ни в какой стране, а в корпусах? Да, с пределами планеты Земля. Ну, есть люди на космической станции, они живут в... Да, они тоже за пределами планеты. То есть никак, они и бездомные, и это... Бездомные, но... Бездомные, но... Утромлял, только море, есть порт приписки. Есть гражданство капитана, там... У них правительственное, я представляю. Другое дело, что юрисдикции ни одного государства не действуют в открытом море, кроме международного закона. А в притом море? Да. В притом космосе? Да, в притом космосе точно то же самое. Есть только договоренности, а не частные законы каких-то стран. Жень, какие есть договоренности? Не убить? Ну, это само собой. Например, Луну нельзя реализировать, нельзя присвоить ни одному государству. То есть Луна, в частности, правда, речь пока не идет, это общее достояние Земли. А если я хочу домик на Луне, то что мне делать? Стоять и домик на Луне. Никто не видит? А если кто-нибудь посмотрит... Если вы наоборот на стороне, то вряд ли кто-нибудь увидит. Да, но как бы вы под солнышко не попали. А какая разница? Ровно половина, что там, 14 дней, солнышко. А чего оно будет питаться? А чего оно будет питаться? Кто? А, первое? Можно припадить в сторону разговариваться. Ага, 14 дней нормально. Чтобы от солнца не стоит. 14 дней питается, 14 дней не питается. Есть, например, еще аккумулятор, есть замечательная вещь, идеально работающая на Луне. Ухранник магнитной подвески, потери нулевые практически. Представляете, в виде... В смысле? Ухранник магнитной подвески, со мной, я вам... Вечный двигатель! Не двигатель, а аккумулятор. У тебя будет вечная аккумулятор! Вечная аккумулятор! Смотрите, мы ставим на подвеску магнит. На ось ставим магнит, неименными полюсами друг к другу. Примерно так же делаем для центрового. Не болталось. Клесовый мотор, без разницы. И раскручиваем вот эту вот шуку. Банальный клесо от автомобиля подойдет. Ну, лучше, конечно, лучше с хорошей центровкой, с определенной массой несут. Здесь у нас мотор-генератор. Днем мы его раскручиваем, лунным. Ночью мы забираем механическую энергию, приводим в действие генератора. Потери энергии, пока мы отсюда не снимаем, мощность равны, потому что в магнитной поле, в магнитной поле трения нет. Правильно? А вокруг у нас что нам нужно? Идеальный балк практически. Ну, не совсем идеальный. Практически идеальный. С нашей точки зрения, раскрученный хорошенько-аккумулятор за лунную ночь 14 дней не потеряет ничего. Пока мы снимаем, не снимаем, потерь практически нет. То есть можно аккумулировать бесконечно? Ну, не бесконечно, при какой-то скорости он просто порвется с отрабежных напряжений. Слез слишком сильно раскрутит. Но хранить он может практически бесконечно, с практической точки зрения бесконечно. Теоретически, да, там есть какие-то единичные атомы, есть давление света, в конце концов, неравномерное. В конце концов, он куда-то это рассеет. А с практической точки зрения, это вечный аккумулятор. Но мы уклонимся к теме. Вот у нас есть луна, на луне огромная антенна, могучие сервера. Мы хотим работать через луну. Будет ли нам это хотя бы немножко удобнее? Секунд задержки. Так. И? И еще одна секунда, когда обратно летит. Это может от земли до луны, свет летит где-то в секунду. А если куда-то сюда, то где-то три секунды. Почему три? Как-то один плюс один? Нет, там не совсем один, там один, два и что-то там. Ну, до трех очень далеко. Нет, до трех. Ну, два в том, нет. Ну, чуть больше двух секунд. Вот, дай мне, пожалуйста. Если мы пользуемся каким-то веб-сервисом, это нормально? Нет, это ужасно. Да, задержка две секунды между кликом мышкой и приходом ответа от сервера. Долго, дай мне. Две секунды вычитаете, но... Ну, смотря на кого-то, если так, для простого пользователя, который пользуется шелом, а если кому-то там по работе, тогда... Технологии, да. Да, да. Ну, вот пошла, вот управление к центре, а что-то может погубить. Хорошо. А что-нибудь более тотовой пример, когда вас две секунды просто убивают? О, нет, это, кстати, тормозит целую две секунды, что ли? Да, ловка на секунду. А биржа? А биржа? Две секунды. Ну, она общая для всех. Все работают с такой задержкой. Ни у кого не привык, кроме лунатика. В какой ситуации нам две секунды задержки, просто вот... Во! Дополним возможность. Скайф. Голосовое общение. Видео общение. Две секунды, это... Это неприятно, это мешает, поскольку реальный темп общения... Тогда ждешь две секунды. Пока через две секунды... Дереги, потом... Четыре секунды, примерно. Да, человек пока еще ответит. Четыре секунды. Дойдет ответ. А то уже говорит. Если он не будет думать. Если он не будет думать. О, приятно, надо найти, когда он... Ну, все-таки не пять секунд. Ну, если до Владивостока звонить, то есть телефон, чтобы... Или так? Ну, по телефону, да. Почему по телефону у нас до Владивостока больше, как меньше, чем... Через все станции перерисовываются, наверное. Потому что... В каком формате работает, например, тот же самый сотовый телефон? Что он передает в сеть? Затрос на передачу данных. Ну, хорошо. Для нас... Ну, фивник... Ну, вот когда мы уже разговариваем... Что он передает в сеть? Дереги, трейпульс, и двенаж. Абий сигнал. Рабий сигнал. Хорошо. А что он там сигналит? Что несет этот сигнал? Ну, наши... Частоты разные. Брэй, в мастер. Ну, это понятно. Ну, то, что мы говорим. То, что мы говорим. В каком виде это несется? Вол... 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 Да. Цифровой формы. Ну, понятное дело. То есть, то, что мы сюда сажали, определенным образом кодируется какую-то там последовательность и отправляется в виде пакетов данных. Что происходит с этим пакетом по полуги Глава Владивостока? Ну, вот сначала передается на станцию, и дальше от того... Он пришел нам на нашу БС. по другую станцию сотовой связи. Она, по-моему, в космос? Вправляет, если не ошибаюсь? Если не ошибаюсь. А? Не обязательно. Но через другие станции, конечно. Она доступивается до линии ретрансляции или кабельной линии. Дело не важно. И доступивается до оператора сотовой связи. То это дело закладывает в провод или в тарелку. У нас дело пошло на летающий где-то там пунктник с антенновой. Он это дело поймал, перетранслировал. Оператор на дальнем востоке это делал, принимал. Отправил на... Такой-то очень длинный цикл. Правда, как думаешь? Это просто какая-то прожинация получается. Я пропускаю такое количество этапов работы сотовой связи, что вы себе не представляете. Там же по пути системы минимум доработать. Как мы. И это всего лишь за 5 секунд там. И мы наконец-то постучались до нашего абонента. Разорим. Алло! 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 Продолжение следует...